Временный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы был построен в 2018 году. Однако изначально предполагалось, что со временем на этом месте будет построен большой каменный храм. В июле прошлого года начались строительные работы. 19 июня митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил чин основания строящегося храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Перед началом богослужения он призвал верующих к молитве о скором завершении строительных работ. Сейчас мы будем молиться о том, чтобы Господь поспешенствовал делателем, благословил труды тех, кто трудится, строит храм, и как можно быстрее бы храм этот был построен и освящен. Я прошу вас не только быть зрителями нашего сегодняшнего события, но и молиться от всей души искренне и глубоко, чтобы Господь нам помогал. За первым общественным богослужением в строящемся храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы молились прихожане Временного храма. Чин основания совершается, когда устроен фундамент нового церковного здания. Во время этого чина молятся о том, чтобы Господь благословил труды делателей и начало строительства Дома Божия. В фундамент храма устанавливается специальная капсула с грамотой, где указано когда, в честь какого праздника или святого, при каком предстоятеле церкви и епархиальном архиерее, усердием каких благотворителей возводится храм. И твой основа и вышний, Господь повесь в писании людей и князей сеть, высших нем, якорь веселящих всех жилищах тебе. Господу помолимся! Митрополит Лонгин поблагодарил благотворителей и строителей храма. Впереди еще много работ. Проект предполагает строительство административного здания, в котором будут находиться воскресная школа и духовно-просветительский центр. Сейчас возведено порядка трех метров стен и ближайшие планы продолжить возведение стен. Но пока вот на сегодняшний день возможности есть еще на два метра. Дальше как Бог дослужит. Кроме самого храма должен быть построен корпус, мы его называем административный. Он будет предназначен для занятий с детьми. Сейчас у нас 60 человек детей. Условия очень сжатые, очень скромные. Мы уверены, что при наличии отдельного корпуса, большего количества классов, больших возможностей, детей будет в разы больше. Потому что желающих очень много, но вместить мы, к сожалению, не можем все. У нас необходимо дополнительное помещение. В частности, это спортивный зал, это помещение для проведения мероприятий, это технические помещения, например, для мальчиков, столярные мастерские для девочек, кухня, чтобы они получали навыки, которые в дальнейшем пригодятся. Настоятель храма Иерей Захарий Бобров уверен, что с Божьей помощью, а также при поддержке неравнодушных людей, строительство удастся продолжить и завершить в срок. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.